итак давайте рассмотрим с вами маршрутизацию между педалями в плагине педалборд для чего вообще нужна маршрутизация ну как я уже говорил в предыдущем уроке сейчас я еще раз повторю то есть порядок педалей очень важен то есть как правило дисторшин эффект точнее как сказать ревер например ставить до дисторшина нежелательно потому что например если вы поставить реверберацию 1 у вас гитара обрабатывать с таким реверберационным хвостом а потом все это подается на дисторшин то есть на какой-то overdrive эффект и у вас и гитара и реверберационный хвост поддаются вот этой какой-то искажению до звуку и тп ну получается неестественный звук как правило не очень контролируемый не очень там красивый да естественный и ну как бы это ну не очень желательно конечно в целях экспериментов можно делать что угодно там в целях поиска до звука но я вам сейчас говорю такие основы от которых стоит отталкиваться то есть конечно же какие-то правила можно нарушать там не обязательно прям следовать этим правилам но то есть уже опытным путем многими гитаристами там уже 30-40 лет как установлено что вот определенный порядок включение эффектов в цепи в гитарную да он ну наиболее благоприятным образом работает вот в целом да то есть формирование гитарного звука то есть подрезюмирую еще раз это первую очередь это какие-то фильтровые эффекты то есть к этого педаль вау-вау или авто фильтр и сам какой-нибудь который вот делает вот подобный эффект сейчас можем послушать то есть вот такого подобного типа эффект он хорошо реагирует только на чистый сигнал которую явно выражены вот эти вот атаки потому что у дисторшн сигнала у нас атаки срезаются появляется искажение то что у нас тихо то есть эти хвосты до от сигнала сейчас я увеличу то есть вот эти вот хвосты вот эти вот от каждого аккорда от каждой ноты они у нас повышаются то есть когда у нас искажение идет если вы посмотрите запись искаженной гитары то там как правило такая ровная идет колбаса звуковая да то есть у нас нет явных каких-то щелчков пиков потому что все ну идет перегрузка и у нас все эти пики срезаются а то что тихо и к поднимается по громкости тоже начинает перегружаться вот но эта особенность как бы искажение то есть добавляется какие-то определенные гармоники к сигналу и вот такие эффекты типа как такой автофильтр квакушка какие-то пич эффекты про которые я говорил октавера да и вами они работают ну не так как должны с таким сигналом перегружены то есть скажу нам поэтому лучше в цепи с первыми ставитесь выходе планируете использовать такие эффекты ставить вот такой вот такие плагины такие педали точнее извиняюсь в начало а потом уже ставить какие-то эффекты перегрузки там искажение distortion фаза и так далее то есть такая последность конечно важно соблюдать ну по каким-то таким практическим уже опытным путем выявленным каким таким соображением вот то есть это скажу так такая линейная последовательность эффектов да то есть от первого к последнему и в конце у нас там стоят какие-то дилеи ревера и так далее вот но у нас еще есть возможность создавать две параллельные цепи которые в каждой из которых у нас сигнал просто раздваивается гитарный и потом на выходе суммируется для чего это нужно но это нужно во первых получить какие-то два независимых эффекта гитарных до между которыми можем сделать какой-то микс ну грубо говоря как будто мы записали одну и ту же партию размножили на два канала и на них поставили разную обработку вот это можно сделать внутри педал борда то есть тоже достаточно удобно как-то сделать но сперва мы ставим какие-то плагины но например давайте поставим сперва какой-нибудь овердрайв потом поставим какой-нибудь например хорус поставим дилей например и какой-нибудь ревер то есть в таком классическом варианте сейчас я все выключу и буду по одному включать эффекту в таком классическом варианте у нас просто все эффекты следуют друг за другом то есть пера у нас идет перегрузка к ней добавляется модуляционный эффект хорус потом добавляется дилей так и далее у нас включается еще ревер ко всему этому с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбирают все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывая обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику вот здесь классический такой вариант используя педал борда но давайте рассмотрим эту панель нашу с коммутацией и часть плагинов на при ревер я перенесу просто выше что мы здесь происходит меня появляется миксер микшер а здесь вначале у меня появляются как бы узлы разветвления то есть меня между каждыми педалями у меня появляется вариант включения узла сейчас я подробно расскажу что это означает сейчас данном случае у нас в на входе педал борда стоит сплиттер просто он здесь отображается в виде точки но мы можем по нему два двойным щелчком кликнуть и вот эта точка превратится у нас в реальный сплиттер сейчас я не вам еще расскажу то есть могу по нему еще раз двойным щелчком кликнуть левой мышки и он опять превратится в точку что такое . это просто узел на котором у нас сигнал раздваивается то есть у нас сейчас один сигнал идет на overdrive хорус и delay и поступает на микшер а такой же сигнал вот чистый да который у нас записан линейно вот эта вот партия блюз соло она у нас просто копируется и не обработанная сразу идет на ревер то есть у нас сейчас вот если мы послушаем путь b который нас вверху с помощью микшера можно так вот поставить фейдер наверх слушать только то что у нас на вот этой линии b в верхней а внизу линия а идет у нас просто обычная линейная гитара идет с ревером и потом идет на усилитель под послушаем вот в то время как в линии а у нас идет просто перегруженная гитара без ревера то есть настолько здесь присутствует делай вот то есть таким образом мы можем создавать какой-то например баланс между вот этим на ревере могу вообще включить микс на сто процентов и оставить только ревер но причем ревер у меня будет не от distortion гитары а от чистой гитары то есть можно такие комбинации необычные создавать то есть у нас основной тон звука идет от перегруженной гитары с помощью этой педали overdrive а ревер подмешивается от как бы чистой версии это этого же сигнала ну таким образом как бы можно получать такие нестандартные расположение эффектов их суммировать то есть в различные пропорции смешивать ли 50 на 50 либо там в сторону одного ли в сторону другого и также здесь можно просто включать в соло какой-то из путей то есть просто а мы слушаем или просто б то есть это тоже очень удобно вы можете настроить две независимые петли эффектов до различных и потом при помощи автоматизации в куплетах включать положение а а в припевах включать положение б с другими уже эффектами то есть это тоже очень легко настроить то есть как бы использование вот этих этих возможностей она уже зависит просто от вашей фантазии от ваших целей и так далее вот аначе по поводу этих узлов мы можем вот поставить узел здесь что это означает это означает что у нас уже сигнал копируется после применения overdrive то есть данном случае у меня и на ревер и вот сюда дальше по плагинам по хорусу и дела идет сигнал уже обработанный дисторшен ну точнее overdrive а вот таким образом у нас и здесь и здесь сигнал с overdrive просто в линии а у нас еще к нему подмешивается хорус и эхо а в линии б у нас просто подмешивается к нему ревер вот и опять таки мы можем какой-то баланс достигать то есть если вам в обеих цепях нужны обе педали то есть какие-то до педали вам не обязательно их создавать две одинаковые и туда сюда копирует если можете просто узел передвинуть после той педали которая вам нужна в обеих в в обоих путях да скажем так вот то есть все это очень легко регулируется редактируется то есть это зависит от ваших целей если как я уже показывал двойным щелчком сюда кликнуть нас появляется сплиттер это скажем так расширенная версия такой точки то есть вот мы можем кликать в какие-то узлы и этот сплиттер будет перемещаться по нашей по нашему педал борду здесь мы просто можем устанавливать какие-то разделения по частотам то есть выше определенной частоты у нас идет по одному каналу а вы ниже этой частоты у нас идет по другому каналу это если у нас здесь включен режим frequency то есть это дополнительный режим который нас просто разделяет сигнал на частоты это тоже можно добиться интересных результатов как правило такой эффект лучше конечно делать уже после какой-то такой обработки общий то есть мир после овердрайва дать по послушаем так попробую переместить начало вот а в пути а у нас идет все что собственно ниже этого среза да то есть по пути а у нас идет этот низкочастотный составляющий сигнал а давайте сплиттер еще раз перетащу после овердрайва чтобы нас в обеих каналах в обоих каналах был эффект овердрайва то есть явно слышно как у нас в пути а у нас идет низкий сигнал низкочастотный и в пути б у нас идет высокочастотный то есть таким образом мы можем также в путь б поставить определенные эффекты которые будут обрабатывать только высокочастотную часть гитарного сигнала создавать какие-то может дилей определенные или какие-то модуляционные эффекты задержки а основной например тон и жир звука пропустить через линию а и на нее повесить там какие-нибудь фазы фузы или какие-нибудь там дисторшны и так далее давно присматривайтесь курсом logic pro help и не знаете какой приобрести первым ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов но теперь все стало гораздо проще мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой объединенные общей темой если вас интересует быстрый старт изучения logic pro аранжировка сведения или мастеринг теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том что получите самые полные исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас то есть опять-таки возможности безграничны то есть все вашей фантазии зависит от вашей фантазии от ваших целей но опять-таки говорю здесь надо экспериментировать то есть прямо надо потратить какое-то количество времени попробовать просто различные комбинации вообще там какие-то даже может поначалу нелогичные и может получиться действительно очень стоящие стоящие различные варианты по поводу этого сплиттера и микшера должен сказать что сплиттер и микшер устанавливается только тогда когда у нас между ними есть хотя бы одна педаль то есть просто поставить микшеры просто сплиттер мы не можем в пиллборд ну собственно это и не нужно никому вот когда мы создаем микшеры у нас автоматически создается и сплиттер Ну и наоборот, если мы перетаскиваем сплиттер в поле нашего педал-борда, то у нас автоматически в конце создается и микшер. Микшер можно поставить до педали, то есть мы можем... Микшер не обязательно в самом конце цепи должен стоять, он может стоять так же, как и сплиттер, только между какими-то конкретными педалями, то есть до у нас может идти сигнал одиночный, потом он может раздваиваться, здесь в какой-то определенной пропорции смешиваться, то есть здесь мы можем еще какую-то педаль повесить, ну, например, какую-нибудь другую модуляцию, например, не хорус, а, например, какой-нибудь фейзер, да, и этот фейзер отправить во вторую цепь. Вот, и таким образом у нас в пути B у нас идет эффект фейзера, а в пути A у нас идет эффект хорус, и мы можем просто их в какой-то пропорции смешать, да. А дальше у нас все опять идет по тому же пути сигнала, то есть абсолютно линейный наш изначальный сигнал, овердрайв, дилей и ревер, а в посередине у нас просто появляется вариант выбора каких-то из вот этих модуляционных эффектов, либо их смесь обоих одновременно, то есть, ну, это тоже очень полезно, потому что, например, если вы хорус одновременно с фейзером будете использовать параллельно, то есть друг за другом, как правило, тоже может не всегда такой контролируемый эффект получиться, потому что у нас и хорус весь сигнал обрабатывает, и фейзер весь сигнал обрабатывает, то есть уже причем с эффектом хоруса, то есть у нас фейзер будет уже обрабатывать звук, который подвергся обработке хоруса, и не всегда у нас уже получится чистый звук фейзера, то есть он уже будет, ну, не совсем таким, каким мы привыкли его слышать. Поэтому в таких случаях вот можно таким образом разделить вот эти пути сигналов, и независимо, как бы, копии сигнала обработать эффектами, и их потом между собой смешать. Вот. И, собственно, таким образом мы можем вот эти сплиттеры и микшеры ставить в различные места педаллборда, то есть не то, что у нас ограничено только одним сплиттером, а одним микшером. То есть я могу поставить сплиттер еще, например, между вот этими педалями. То есть я беру утилити, и поставлю после вот этого микшера еще один сплиттер, который опять-таки начинает раздваивать сигнал. Ревер, например, могу опять отправить в эту часть сигнала. И таким образом у меня в пути А идет только овердрайв, хорус и дилей, а в пути Б у меня идет овердрайв, фейзер и ревер. И уже вот этим микшером я все вот эти вот, весь оба пути я смешиваю, да. А тут я смешиваю какое-то промежуточное значение между фейзером и хорусом. То есть, как я уже говорил, возможности на самом деле очень большие, безграничные, но все очень легко, то есть все под рукой. Просто главное понять логику вот этого поведения вот этих вот точек сплитных. Но это все очень легко. То, как работает сплиттер, то есть в режиме просто обычного копирования сигнала по обоим путям, или разделения сигнала по частотам. То есть у нас становится барьер по частоте, все, что у нас ниже, отправляется в путь А, все, что выше, отправляется в путь Б. То есть два варианта. И потом все это суммируется так же, как у нас разделилось на сплиттере. То есть все очень легко. Тут просто надо уже экспериментировать с конкретными какими-то параметрами, педалями, положениями ручек и так далее. То есть пока вы не получите тот тон, который вы хотели. Или вообще изобретете что-то такое, о чем вы даже не могли представить. То есть вот этот плагин Pedalboard, он позволяет все это сделать. И за что, в принципе, мне он очень нравится. То есть я тоже немало часов провел с ним, экспериментировав. И на самом деле я понимаю, что в нем еще очень много неизведанного мне по возможностям звучания. То есть это надо все крутить, смотреть и применять. Вот. Это, собственно, все, что я хотел рассказать по коммутации. И в следующем видео я вам расскажу о использовании пресетов в этом плагине. Она тоже не совсем обычная. Есть некоторые нюансы. Итак, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok